сейчас наверное каким-то чудом оставшиеся мои подписчики на youtube канале вполне легитимно зададутся вопросом сашок ты еще жив yes yes my friends и и вам того же желаю хотя если честно я сам в ахере и вот с вашего позволения наверное сразу же поставлю фильтр которые максимально соответствуют актуальной действительности вот я я не знаю я не знаю с чего начать свою прелюдию увертюру учитывая то что кто за мной хоть как-то следил за крайними нами не знаю шорт сами этим как его 64 в частности в особенности постбарт блогом наверное они не нуждаются никаких дополнительных комментариях в какую степень казуса погрузились мои взаимоотношения с ютюбом до одного мне вот вы к было ну не хватало в этом контексте вот еще вот еще решил по поудивлять youtube но а его он убили что это временно и таби контексте не могут континью до короче май а м блайнд алекс комсу аутсайдер мюзишин энд сунграйтер from раша в из депрессион биволи дон хэппи на этом мои познания английского заканчиваются и начинается русский надеюсь что но надеюсь что он будет нематерный на всякий случай напомню для двух замечательных людей которые сейчас смотрят но я не вижу кто именно присоединился youtube не показывает кто именно но показывают сейчас на индикаторе двоечка вот как минимум для этих двух замечательных людей и для тех кто это да все таки посмотрит в повторе несмотря на то что ограниченный функционал не позволяет сохранять эфиры я все-таки его выгружу выгружу и перезалью постараюсь сделать это оперативненько и да по постараюсь сделать это оперативненько и поэтому соответственно обращаясь и к те и к тем людям кто это посмотрит в повторе напомню что какое-то весомое время я уже сбился со счету youtube по каким-то неведанным причинам ко всему выше сказанному неоднократно еще и обрубил у меня возможность проведения смартфона эфиров в том самом ограниченном функционале и вот буквально вчера производя такой ребрендинг ребрендинг это внося кое-какие корректировки в так скалинг фобия отлично вижу комментарии уведомление пришлось и работает все это самое это самое главное егор на и сильной на и сердечная благодарность вот вижу вот комментарии надеюсь хотя в принципе даже если они приходят с какой-то степенью задержки ничего страшного ну вот да вот высветился внизу отлично комментарий работает индикатор работает лайк работает вот вижу один лайк отлично я надеюсь что не будет никаких фризов в передаче видеосигнала но даже если они будут я думаю ребята это наименько давайте так это наименьшее из давайте будем считать что это на нет что это наибольшая из проблем скажем так которая приключилась на наши судьбы ладно я все-таки давайте мысль попробую завершить касательно да решил меня возможности то есть я не знаю чем это было связано может быть может быть какой-то глюк в приложении может быть они решили протестить один из своих так скажем кластеров в теневой политики дискриминации по территориальному признаку я не знаю я не знаю я просто давайте так я пожелаю ютюбу я я пожелаю ютюбу и всей его команде и фокус-группе творческих успехов и поменьше маразма вот поменьше маразма и вот этой вот ведомости в связи с конъюнктурой и все будет хорошо и наступит тот самый либерально-социалистические светлый социализм просто надо немножечко просто надо немножечко постараться идти на встречу к людям а не шкериться в тени хрем пробей каким тазом накрывшийся гося рыночка и того самого капитализма при всем уважении вот и вот я вчера производя ребрендинг внося некоторые корректировки в наименование всех своих соцсетей оставшихся таким же чудом не понять каким я решил так а вот просто по приколу проверить будет работать или не будет вот просто запустил и бац пошло поехало короче я такой вау вау вот это да вот это да а на темном небе действительно звездочки то как говорится ярче горят вот и это так я что-то тут увидел в прошлый раз этого не было в нижнем левом углу в нижнем левом углу какое-то какая-то шестерен очка дочку и дужу так понятно это настройка чата а отлично отлично здорово так а можно ли здесь прикреплять опросы так нет эта кнопочка поделиться о создать опрос отлично давайте-ка проверим давайте-ка проверим будет работать задайте вопрос задайте вопрос сейчас один так ребята если что я сейчас ввожу данные для опроса очень важный вопрос кстати он меня беспокоит последние полтора месяца да я думаю не но ни одного меня так вот опрос короче кто спасет мир варианты ответов лирики физики трамп так и чуя где он а вот по идее он должен вам это высветится вот кто спасет мир попробуйте перейти на этот опрос и проголосовать и посмотрим работать не работает так вот один голос вижу засчитан так но результаты я так понял можно будет и потом посмотреть да либо в конце эфира я зарядил свой многострадальный сяоми по полной программе поэтому я думаю ну час мы точно сегодня вытянем я если честно ребята я готов вообще вообще я сегодня готов так ну вот один голос я вижу значит все опрос работает так отлично и короче я решил сегодня провести такой полно насколько это возможно масштабный тестовый эфир уже от лица можно сказать да я конечно поборол свои все эти субличности которые мне на протяжении последних 15 лет сбивали прицел вот но одна субличность на естественнейшим путем все же проросла и у меня нет ни одного основания и и как-то кэнселить вот и уж тем более подвергать сомнению ибо она эта субличность выстрадала свой путь и ей уже и этой личности ничего не остается кроме как быть на этом пути ну собственно счастливой до счастливым ничего уже больше не остается ребята как быть счастливым поэтому до представляю вашему вниманию не знаю свой артистический короче нет я не буду говорить что это артистический какой это там никнейм нет это моё настоящее имя вот на самом деле мое настоящее имя так это вообще не понимаю через делает а вот это вот я вот как я на самом деле выгляжу и мое настоящее имя blind алекс комса вот все что было останется под покровом молчания ребята никто не забыт ничто не забыто исключительно выдирает эту фразу из контекста вот следы я не заметаю все мои прошлые духовные воплощения так скажем останутся там будь то алекс мурзовский будь то и севера ранее копать с хон эйч или джон аж как вам удобно это все мы эти ambient проекты электроника вот и вот этот вот александр мурзаев маленькими буковками слит на это типа я это маленький маленький человек от меня ничего не зависит кроме слов в песне и то насколько я сохраню свою душу не знаю насколько большую но по некоторым по некоторым данным разведки душа у меня как минимум еще сохранилась вот да она сейчас терпит колоссальнейшие деформации в связи с соответствующими испытаниями но я думаю если я до сих пор сейчас могу два три слова в около логическую духовную цепочку связать ребята значит еще не все потеряно да я же прав я же прав а давайте проверим а тут нельзя тут я привык что вы к там типа сердечки видно если поставить сердечки а тут наверно такого нету просто видно количество фактических лайков но я вижу вот два лайка и одного зрителя что ж этого более чем достаточно чтобы приступить к к песенному блоку да мы сегодня попоем попоем вот ребятки я не знаю переводить ли камеру на себя или нет я не хочу чтобы вы видели мой потрескавшийся фейс вот от этих вот собственно водоворотов преодоления только у самого постмодерна это и причем я имею ввиду потрескавшийся не физическом плане а во всем остальном поэтому да может быть физически на мне лицо есть но какая боль за этим я пожалуй я пожалуй не возьмусь описывать может быть частично об этом поведают мои песни но опять же мои песни не только об этом вот как я тут недавно афоризм сформулировал моя целевая аудитория это люди которые гипотетически могут найти утешение в том духе и историях заключенных собственно в тех самых песнях по крайней мере это единственное что связала меня с теми или иными исполнителями группами то есть иного критерия связи с какими-то сторонними духовными путями да у меня нет иного критерия нет то есть нет никакого для меня нет по такого понятия как слушать кого-то там чтобы развлекаться то есть для меня там насколько это возможно в моем контексте рассуждать о музыке да для меня музыка ну ладно предположим вынесем ее за скобки для меня поэзия и вот это вот блюзовое сонграйтерство да но никак не связано ни с каким развлечением ни с каким рынком как бы меня этот пластмассовый мир не пытался запихнуть в какую в какую-то там условную ячейку как говорится хрен 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 да не маленько вот ибо тут речь идет о о душе и и о духовности соответственно ребята ваши ячейки идут мимо вот а мы идем дальше по возможности глубже в плане в плане в плане собственно познания своего голоса познания посредством этого голоса отражение этого голоса мира и попытаться хотя бы на одну тысячную ладно если не понять то почувствовать зачем же зачем же бог нас сюда десантировал ну наверное для не для того чтобы мы за попкорном и за баночками пивасика до прожигая сто пятьсотый футбольный матч вот или сводки каких-то сводки каких-то неблагодарных новостей вот сидели там это и don't worry be happy нет ребята be worry don't happy вот как показывает тот самый материализм даже я не беру уже я не беру уже индикаторы тонн тонких из тонких измерений да как показывает реализм действительность и опять же я сейчас вот припомню тут один стоит тоже не сочтите за как говорится вообще как как это типа неприлично себя себя же цитировать ребята но я рассуждаю сугубо и своего личного опыта все иного опыта у меня нет кроме как моего личного поэтому сорян вот я в эти ваши голливуды не играю до голливуд играет нами но это не значит что мы должны играть в этот голливуд вообще не значит я тут вспоминаю тоже один из своих крайних афоризмов да вспомнить бы его еще блять короче у меня он у меня да он у меня что-то это он у меня куда-то куда-то рассеялся из памяти может быть даже может быть даже но и к лучшему может быть даже мой к лучшему короче да я потерял ребята я потерял все я по моему потерял даже нить разговора потому что когда очень много переменных добавляется совершается широкий мыслительный круг и после него очень сложно приземлиться во первых во вторых высока вероятность можно грохнуться еще в полном еще в еще полный этой дезориентации поэтому я надеюсь я надеюсь что те кто меня действительно слышат они понимают между строк за строками о чем я все все это время вещал вещаю и продолжу я надеюсь что канал на ютюбе сохранится что его не опрокинут еще дальше чем опрокинули надеюсь я продолжу свое не знаю насколько много значительное но страдальное присутствие в виртуальном пространстве и продолжу делиться так а вот о я кстати стал немножко вспоминать нить разговора часы как-то что-то опять зарулил туда я говорил про духовные а до прорабового про развлечения вот вот это все не об этом ребята это все не об этом вот это робки на самом деле так и ну даже не я не знаю насколько робки учитывая то что в какие в эти как его в водоворот и как это и сама самоотверженности я тут периодически погружаюсь нет говоря про вот эти все дела песен и я говорю про попытки вот того самого самого самопознания познания этого мира попыток ответить на те самые духовные вопросы и раз уж раз уж мы все живем в социуме до в социуме ну и тем более сам бог завещал делиться то есть и желательно плодами которые можно максимально созидательно вкусить в том в том самом контексте духовного выживания вот я если кого-то слушаю например кого-то смотрю там если брать фильмы до клипы там я не знаю ну музыку понятное дело там театр ну просто произведение и искусство вот хотя тут может быть противоречие замечено вполне резонное что искусство это ну типа что-то искусственное но это уже знаете ребята это уже собственно вот эти все культурные дела да и собственно тенденция наших пытливых умов что-то не понять что-то понятное и непонятное уж тем более обрамить в какие-то пони в какие-то понятия да в какие-то категории в какие-то метафоры словосочетания там прозу поэзию и так далее все зависит от просто от фокусов там там поэзия это максимальное заострение чувственного опыта до прозы это какие-то развернутые формы для тех кому недостаточно просто каких-то застрел заостренных поэтических чувств да да то есть им нужно вот как-то это им нужно вот толстого почитать там война и война и мир ну или достоевского если кто нуждается в допинге потяжелее вот все это все это опять же вынося из-за скобки вот этого навязанного навязанного при всем уважении там отчасти к капитализмом да вот этим вот масс-медийным манипулятивным спекулятивным т.д. и т.п. типа вот развлечения да индустрия развлечений нет ребята это не это не это к развлечению к отношению не имеет это все попытки кто действительно этим серьезно занимается как-то оформить свой индивидуальный духовный путь свой опыт чтобы люди которые если будут нуждаться его разделить от рефлексировать чтобы они послушали посмотрели почитали вот и все и все и дай бог чтобы им это как-то как-то помогло там найти то самое утешение найти те самые определения тех казусных внутренних духовных ситуаций которые они не могли понять без прослушивания допустим той или иной песни либо без просмотра того или иного фильма вот мне например очень много помог понять александр башлачев виктор цой борис гребещиков там где-то даже андрей макаревич майк науменко егор летов янка тягилева собственно из а ну вот алексей никонов так дмитрий фео это если уже из ближайших современников братья если каких-то отдаленных там ну бродский знаю кто там есенин блок и очень-очень-очень ребят это много-много еще имен чем имен не то далеко не только о музыке но если брать чисто исключительно из музыкального мира ну вот ник дрейк например боб дилан кто там еще там джон леннон ну янг и ортис из группы джо дивижен если по группам чисто пройтись всем небезызвестные там за ху например пинг флойд я обращался к ним вот к этим выше указанным еще ко многим-многим-многим другим ребята список очень велик если я сейчас его начну весь эфир уйдет на этот список из разных областей живописи из кинематограф из кинематографа из литературы да тут я немножко неправильно вчера написал алекс блайн комс этот немножко подкорректировал потом на самом деле правильный блайнд алекс и комсо а давайте прямо сейчас я прямо сейчас исправлю сейчас я ко всем ним обращался не для не за каким-то там развлечением а чтобы поучиться чтобы поучиться разделяя иной духовный путь все это единственное для чего вообще в природе существуют все эти формы искусства там культуры да все все остальное это навязаны искусстве искусственные вот эти вот из пластмассового из пластмассового мира сего прикольчики чисто с целью барыжить спекулировать и делать бабки вот и все так и и и и и вот так правильно blind Alex Kums Welcome to my blues world Ladies and gentlemen Так Сегодня меня попросили исполнить три песенки Правда вторую я забыл какую Первая Первая это из холодного бетона Третья это сопки в дыму А вот вторую я забыл Будет неплохо если Мне напомнится Что же это за вторая песенка Вот реально вылетела у меня из головы просто Вот как этот афоризм который который я все хотел привести в качестве пруфа Своей проделываемой проделываемой работы в определенном контексте Значит Но кроме этих трех песен Кроме этих трех песен Я наверное от себя еще сегодня добавлю Две Одна из которых Лето прощай А вторая Эй бродяги В наифинальнейших Фактурах Давайте начнем наверное с тех которые меня попросили Ибо я считаю Своим Духовным долгом их исполнить В первую очередь Пока еще у меня есть силы хоть на что-то И я наверное Я наверное попробую даже сделать аудиозапись На случай если получится Потом может быть их в аудио Так это немножечко Немножечко в плане Предрелизных Демок Покидать Каким-нибудь Постиком С афоризмами Такого Самого Безнадежного Бездаря Мне Ребят На самом деле Вот этот тег Уже Ну не нравится Вот этот Афоризм Безнадежного Бездаря Но уже Столько Уже столько Было В этих Самых Афоризмах Под этим тегом Опубликовано Что уже Все Назад Дороги Нет Но Опять же Исключительно В ироничных Все это Координатах Я бы рекомендовал Рассматривать А не то Что я там Что-то Как-то Это Самоуничижаюсь И уничижаюсь К тому же Свою работу Нет Ребята Просто у меня Все хорошо С чувством Юмора Во-первых Во-вторых С чувством Самоиронии И С самокритикой Соответственно Но Я стараюсь Эту критику Не доводить До Вот того Самого Конформистского Абсурда Вот Когда Если ты Не соответствуешь Каким-то Там Ячейкам Все Значит Ты не достоин Ты не достоин Дышать Этим воздухом Извлекать Вот эти Вот Тона И Убертона Вот И Вот я Против Этого Я Против Этого Я Против Всего Плохого За Все Хорошее Но За Хорошее То бишь За свой Духовный Путь Идет Нескончаемая Борьба И Естественно На этом пути Небезоблачном Никто не отменял Ту самую Депрэшн From Russia Но Ребята Вы злов Вы злов Так Начнем Начнем С Это Как его Из холодного бетона Я ребята Не Не гарантирую Я не гарантирую Что они будут Исполнены Хотя бы В 30% Диапазоне Из того В котором Они должны звучать Ибо я сейчас Нахожусь В той самой Родной гавани Где Где Ряд факторов Так Ладно Ребята Ну давайте Я Камеру Все таки Протестируем Как там Это Сразу говорю Не пугайтесь Ребята Это я Не пугайтесь Это я А что Можно и так Да В принципе Не На самом деле Ребята Ну вот Посмотрите Вот Найдите 5 отличий Вот И вот 5 отличий Найдите По моему Нет отличий Поэтому Я как бы И не вижу Особой разницы Ну ладно Чтобы Чтобы Фокус Группа Ютюба Не подумала Что я Какой-то Бот Нейросетевой Ну пускай Вот Хотя бы Они Ладно Они мне Из-за Территориальных Ограничений Не дают Прислать Селфи Чтобы Идентифицировать Ну показать Что я живой человек Ну хотя бы Вот Ну Ютюб Ну вот смотри Видишь Вот Видишь Вот Видишь Идентифицируй Пожалуйста Меня И верни мне Продвинутые Функции И Это И давай Это Ну Раз уж мы За демократию Что-то там Втираем Ну давай Будем Немножко Подемократичнее Ну немножко Хотя бы Мне там много Не надо Просто Просто Дай мне вести Мой канал Вот И это И не надо Там вот этого Вот Вот этого Вот На вашей территории Не на вашей территории Вот То что вам там Повезло Родиться В солнечной Калифорнии Ребята Это Не ваша Заслуга Вот Это вот Спасибо Богу Что он вас Таких талантливых Туда поместил И вы тут Вот это Вот все Изобрели Без всяких Этих Эммм Бюрократических Издержек Да Скажем так Канцелярских Так рад Возрадуйтесь Же Ёпта Вот И поделитесь Улыбкой Своей И она Не раз Еще К вам Вернется От улыбки Станет Всем светлей С голубого Ручейка Начинается Река Ну а дружба Начинается С улыбки Ребята Ну что Я вас Азам Должен учить Что ли Я понимаю Что у вас Там бизнес План Вот это Все Ну Это У вас же Все Уже Есть Все Миллиарды Капитализации Миллиарды Долларов Не Ну я Не знаю Может быть У вас Там В планах Под столом Лежит Релацироваться На Марс И там Открыть Марс Тюб Какой Нибудь Вот Для Гипотетических Населяющих Существ Эту Планету Несчастную К состоянию Которые Кстати Наша Земля Сейчас Стремительно Ну Стремительно Идет Ну Ребята В таком Случай В таком Случай Я не вижу Смысла Вам туда Лететь Скоро Здесь Все Случится На земле Вот Ладно Запускаю Этот Как его Запускаю Аудиозапись Я вышел Из холодного Бетона Мне солнце Ты Указала Пусть Те двери Что были Неприступны Оказались Лишь Наглухо Прикрыты За эти минуты Все ясно И хочется Что было Так всегда Но Рано Или Поздно Возвращаться Надежные Края Цветные Кошмары Где Горят Отла Трамвай Сирены Воют В тумане Пожарные В пробке Застряли Ага Подвешен Молча Лицо Страхе Лицо Молча 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 Опять же, я вот в этой родной гавани, ребята, ну, я не могу распеться нормально, ничего не могу здесь сделать, ребята. Это просто родная гавань, ребята, я здесь просто живу, я здесь просто живу, все. А то, что делает мой дух, выходит из-за рамки вот этого вот быта, понимаете, что? И, соответственно, происходят некоторые, ну, не сказать, когнитивные диссонансы. Так, по-прежнему в вопросе один голос. Кто же там спасет-то наш мир? Ладно, я потом в конце посмотрю. Я так чувствую, короче, да, я так чувствую, ни хрена никто не видит мой эфир. Из моих подписчиков, и уж тем более из сторонней ленты, что не может меня не удручать. Но, опять же, это тестовый эфир. Я, гипотетически, как бы был готов ко всему, но... Ладно, исключительно в исторических целях это будет записано и перезалито. Не знаю, может быть, фильтрос поменять. Просто давайте поменяем фильтрос. А что тут менять? А что тут? Да, не, ничего не буду менять, короче. А то еще висанет. Вторая песня. Я забыл, какую вторую песню. Ну что, переходим тогда сразу к третьей. Сопки в дыму. Ой, я на запись не поставил. О, ладно. Ой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В дыму закатное солнце На крышах гаражей В лужах голуби Ворчанье ворон Часушки воробьев Оживает вдруг Возвращается домой Непрерывный завод Народной тропой Глубинный строй Один за всех, все Против одного Закрашивают стрита Но стекает Серая краска по швам Халтура асфальтной И я на балконе Уже молчать не могу Обо всем этом Про себя спою И я на балконе Уже молчать не могу Обо всем этом Про себя спою Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я до сих пор не могу вспомнить вторую песню Поэтому Наверное, мы перейдем Наверное А хотя... Можно просто рандомно Ну какой вот сейчас В такт просто Чтобы уже было три песни Да? Я даже не знаю Так, я сейчас кое-что тут Вспомню Вспомнить все Да, точно А, ну понятно, и Бродяги И Лето Прощай Ну это да, те две, которые я от себя хочу предложить Но надо третью какую-нибудь Исполнить, чтобы прям это Ну вот, отлично, я одинок Отлично, вот, она прям Ох Я так догадываюсь, там вообще Видеосигнал через жопу идет Может быть даже Ни хрена не понять, что я говорю Ребята, это тестовый эфир Я надеюсь, что не последний Я очень на это надеюсь Ну, по крайней мере, в Ютьюбе Я очень на это надеюсь Хоть и по большому счету Я еще эфирную деятельность свою И не начинал в Ютьюбе Это так, блять, просто Крошки с барского С барского западного стола Так что-то сметаются Ну, про Ютьюб мы уже поговорили Ютьюб, я желаю всего хорошего Давай уже это Давай уже это Возвращайся в реальность Ладно, я сейчас Возвращайся в реальность Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну, давайте попробуем Я хочу сказать, что получится Сейчас не получится, блять Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Брошенных собак Дима Торзок 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 На Марсе пускай там Илон Маск отрывается, так скажем, отрабатывает свои миллиардные бюджеты, вот. А у меня, ребята, в карманах, так скажем, это, реквиями, реквиями, ёпта, и сверхмассивные черные дыры, поэтому, это, бюджет неограничен, бюджет отсутствует. Так, я не понял, а куда лайки делись? Странно. Было два, или что? А, может быть, 300, а, может быть, это, может быть, как раз, когда троечка, он немножко не помещается у меня в экран, скажем, спасибо оптимизации экрану Xiaomi, вот, это, ну, просто не может быть так, да, что было два лайка, и бац, и ничего, да, иначе, ребята, иначе. Ну, ребята, я тогда закругляюсь просто, не, я заквадрачиваюсь просто, и всё, и всё, как бы, и это, ну, радует, что вот единичка на индикаторе, кто-то смотрит, кто-то со мной, и я чувствую поддержку, я чувствую поддержку, ребята, мне удивительно спокойно. Я не знаю, что вы там по ту сторону экрана сделали, я не знаю, что вы там сделали, мне спокойно, что-то удивительно, реально. Я сегодня, кстати, не принимал никаких седативных, я просто двадцать рамончика, и всё, в принципе, как бы и всё. Удивительно. Так, ладно. Да, может быть, просто у меня уже нервы настолько выжжены, что когда нет, нету нервных окончаний, да, как бы нечему и нервничать. Вот, замечательно, замечательно. Хреново, что здесь не видно, вот это вот то, что как у ВК, когда кто-то сердечки ставит, и это... Хреново. Так, потому что вот эти верхние лайки, это что-то не понять. Это что-то не понять, что-то куда-то не за экраном. Куда-то. Так, я вот не могу понять, а что это вот за микрофончик тут сбоку? Это. А, погодь. Вот, я это чувствую, что-то не то, я вспомнил. Ну, я ночью принимал гидроксизин. Ну, по идее, его действия... Ну, я не знаю, разве что только у меня вот... Ну, реально, уже в который раз у меня память сегодня подводит, уже три раза как минимум. У меня просто... У меня оперативка подводит, короче. Я хз, что это? Возможно, побочка гидроксизина, но в плане спокойствия, в плане спокойствия... Он уже свой... Ну, как бы эта таблеточка, она уже прекратила действие, по идее. Поэтому я не знаю, почему я сегодня спокоен. Вот. У меня была головная боль в первой половине дня, которую я, собственно, погасил этим цитрамоном. Сейчас я чувствую просто в башке, ну, пустота у меня в башке на самом деле. То есть я сейчас просто чисто на чувствах, ребята, вывожу. То есть у меня никаких мыслей, ничего нет. Чисто вот чувственные ассоциации, все. Вот, поэтому... Что-то происходит. Может быть, может быть, атмосферное давление как-то интересно сконфигурировалось. Это, кстати, интересный феномен. Обычно, обычно на эфирах меня трясет, ребята. Обычно я не могу, у меня все сбивается. А тут даже при том, что я в рамках, вот, ну... Вот в рамках практически я ничего не могу сделать. Не спеть нормально, не сыграть, вот. И плюс вот это должно быть, по идее, как бы волнение от того, что в YouTube опять я вышел. Хрен знает вообще, во что это перейдет, да, и перейдет ли... Извините, статология, вообще. Ну нет, я спалкую, что-то. Это вот этот вот что-то, вот, смотрите, вот это вот этот что-то. Вот, вот мы и нашли первое отличие. Квест мой, помните? Не квест этот, как его? Задание. Найти пять отличий. Вот мы нашли одно отличие. Вот этот вот чувачок, по-моему, понервознее, да, будет? Вот. Ребята, ну это вы должны были найти отличие, а не я. Это вы должны были найти отличие. Я, получается, за вас квест прохожу, слышишь? Что такое? И в вопросе один голос, проголосуйте кто-нибудь из чего. Это, чтобы демократия была. Кстати, ребята, по поводу демократии. По поводу демократии. Я сейчас скажу. Демократия – это не как вот где там в Греции, там в древней, где там это все зародилось, когда там был этот амфитеатр, да, и разные… Это были представители… Ну, по сути, там даже были не представители людей, а сами люди в группе собирались. И вот каждый по своим каким-то кластерам, да, и кто громче кричал за какое-то решение Верховного, тот и типа побеждал. Ну, то типа, что такое демократия, типа в этом понимании, кто громче кричит, те права… Их права мы и будем это обслуживать, ну, со стороны правительства, да, вот так вот. А я все-таки, ребята, знаете, что думаю? Я думаю, вот тут все-таки кроется подвох. Но что-то нихрена – это никакая не демократия. Ну, то есть это какой-то, блядь, в моем понимании… Вот давайте я вам скажу, что в моем понимании демократия. В моем понимании демократия, что да, это могут быть разные кластеры, кто-то громче кричит, кто-то тише кричит, но учитывается крик всех людей, всех этих кластеров. С целью потом нахождения взаимопонимания, налаживания коммуникации, да, чтобы не просто было хорошо тем, кто больше кричит и кто, типа, представляет большинство, да, вот. А чтобы все голоса так или иначе были учтены. То есть даже если там меньшинство кричащих составляет там 3%, да, хуёк на их жизнь государством не кладется. А учитывается, что да, вот есть еще 3% таких, и их права тоже надо учитывать. В построении вот этого вот государства, да, там условного общества, вот. А не так, что, а вот, 70% проголосовало, ну и типа вот, и все, да, это. Остальные там 30, ну, как бы это, они там будут там где-то вякать, да, просто. А если как-то будут вякать более радикально, да, вследствие неслышания их голоса, ну, мы просто их там, это, пришпандорим куда-нибудь, вот и все, а так, так, пока пусть там вякать, там, посиживаю, да, там, на лавочках у себя, вот. И это, не, ребята, это ни хуя не демократия, вот, вот, вот. И опять же, вот я думал, я думал, то ли я дурак, опять же, то ли лыжи не едут, а есть ли эти лыжи вообще? Я вот задумался над этим, реально, что есть демократия. По мне, так, настоящая демократия, это практически социализм. Но только не вот однородная какая-то масса, блядь, все, блядь, в коричневых воротничках, да, и все, и с определенным ростом, а остальных мы со скалы скидываем. Вот, нет. То есть, социализм, именно вот я не зря же употребил такое словосочетание, Которое, как гремучая смесь для некоторых может показаться, то, что это либеральный, либеральный социализм, да, вот этот вот светлый, вот. Ну, или социалистическая демократия. Вот, понимаете, что? То есть, когда все учитываются, все, даже если там группа образовалась, там, допустим, из пяти человек, их ситуация тоже учитывается. И их мнение учитывается. Вот. И налаживается инфраструктура, коммуникация в обществе, таким, ну, и культурная жизнь, да, политическая, таким образом, что никто не чувствует себя, блядь, аутсайдером. Вот. Никто не чувствует себя, там, каким-то маргиналом, там, я не знаю, там, врагом народа, блядь, какие там еще эпитеты, там, приписываются, вот. Просто люди высказывают свое отношение, да, к ним прислушиваются. А не говорится, что, слышь, ты, куда ты высовываешься, он, видишь, 70%, блядь, проголосовало, нахуй, и нахер, а то мы сейчас с тебя, блядь, я там. Вот, не, не, ребят, вот это все, нахуй. Это конец, блядь, это конец, блядь, той самой цивилизации. А, кстати, вопрос о цивилизации, вот оно где-то кроется-то, блядь, вот он, ларчик-то где, блядь, цивилизационный, ребята, вот в этом. В противном случае я не имею смысла в этом государстве. Ну, то есть, я не про наших говорю, блядь, я вообще в целом про это явление, и это относится и к нашему, и ко всем остальным. То есть, я не имею, я не вижу смысла. То есть, зачем? У меня вот афоризм, я вот один забыл афоризм, а другой сейчас вспомнил. Вот такой афоризм есть. Государство для людей или люди для государства? Вопрос. Воздух, все холоднее, ах, лето, ты так быстро уходишь. Я не успел признаться в любви, и так и не познал, то, что ненавидел зеленый цвет. Скоро покинет эти несчастные улицы и заберет оставшиеся ноты жизни. Будут рваться, угаснув листья, это сценарий так трагичен. Чем все чаще просыпаюсь с мыслью, а я ведь тоже с ними. Когда земля покроется вечной мерзлотой, У кого-то в сердцах на горизонте будет весенняя дрожь. Значит, не зря пел и всему свое время. Мы уже давно не ходим по кругу, мы его преодолели. Прощай, лето, прощай. Возможно, еще увидимся. Возможно, еще увидимся. Возможно, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И надо было в этот момент хлопнуть дверью. Надо было в этот момент хлопнуть дверью. Я не знаю вообще, куда это транслируется. Нет, у меня были надежды, что кто-то может быть из подписчиков. Вообще за этими цифрами кто-то есть? Интересно. Вот это... Ребята, давайте я, пожалуй, верну сюда. Вот, верну короче. И спою, хоть и при всех тщетностях надежд сиих, данную песню. Поехали. 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 Океан солнца Поехали. 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 Человек за бортом, полундра, Человек за бортом, полундра. Дружины строим, Новый мир построим, Отступать некуда, Впереди горизонта. Дружины строим, Новый мир построим, Отступать некуда, Впереди горизонта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Короче, я, ребята, надеюсь, что все-таки дружным строим, И какой-нибудь мир мы построим. Я не знаю, на сколько он будет новый. Вот. Мы перевалили за часок, но я думаю, еще что-нибудь можно забыбаться. Может быть, жизнь так коротка? Вызывает она у меня некоторые, некоторые... Хрен, пробей, какие резонансы! Ща проверим! Нет, не то, не то. Хрен, быстро. Хрен, быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ага... Ага... Ну, давайте попробуем... Не буду я ее, наверное, на 2 Ватт опускать, хотя хз... Ага... 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 Давайте, наверное, все-таки... Что-то тут как-то это... Чувствую, что-то не то, блядь... Ага... Отлично... Ага... Ага... Я не могу больше спать... Мир стал слишком громкий во всех почти углах... Пустой смех, безответный вопль... Эти игры не для меня... Войны, границы, шахмара... Жизнь так коротка... Восход, закатка, в каблакат... Отбросил розовые очки... Вылетел... Из колеса... Форматов стабильности... Да что мне ваше мнение... Я нашел себя... Нет врагов... Нет друзей... Только опыт... И учителя... Солнце зайчиком... От грифа до стене... Один пришел... Один уйду туда... Нарисовал... Радугу... Внутри... Но она оказалась... Черно-белая... И теперь я... Настоящий гражданин... Своего... Мир... 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 Своего Мира Ладно, давайте сочтем этот пиздец За более или менее приемлемую версию Хотя, наверное, зря я Спустился на второй лад Блядь, я еще все усложнил нахуй И без того Практически нерешаемую задачу Но я ее и на третьем не слышу, блядь О, блядь, шушь, я на пороге, блядь Это переаранжировки, кажется, блядь Так, ладно Да, 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 да И тут я вспомнил начало эфира Где я, когда переходил с английского своего на русский Надеялся, что он не перейдет в матерный Ну, ребята, вот видите, что Хочешь рассмешить небесную канцелярию? Поделись с ней своими надеждами О, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка Кажется, я близок Так, почему-то Нет Да, да, да Мозоль на среднем пальце Только вот Не хватало мне тебя Для полного счастья Аж в рифму Ладно, я громко смеяться не буду А то мне придется еще килограмм цтрамона сожрать Все это не то А то мне придется еще килограмм цтрамона сожрать Вот это да Вот я не думал, что эта песня мне, блядь, устроит этот прикол Вот это прикол, слышь Ах М-м-м М-м-м Ах М-м-м-м М-м-м-м М-м-м М-м-м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересно А вот только вот тут вот как раз таки А может быть просто попробовать вот так вот просто уже и все И все И никаких гастролей уже не нужно Ой Просто не хватает одного кольдика Сейчас посмотрим Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это значит все, самое время искать DimaTorzok 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 Знаете, ребята, что я понял? Я понял, что тщетно проводить эфиры в ВК, но еще тщетнее в Ютьюбе на данный момент. Вот это я прям отчетливо понял. Уже благодаря получению данного понимания, нужно было проводить этот сегодняшний тестовый эфирчик, чтобы на протяжении, наверное, еще длительного времени сюда не возвращаться. Ну, я имею в виду именно в плане проведения именно эфиров. Так-то каналчик, я думаю, будет жить, пока жив я. Вот, я не знаю, мне кажется, мой каналчик намного живее, чем я, учитывая то, что он где-то там на самом тройном дне. Мне кажется, да, каналчик поживее-то будет. Ну, я думаю, мне кажется, я не ожидал что эта песня так это у верьте мне такую устроит вот бывает ребята знаете вот сижу годами над какими-то песнями думаю ну вот все готово вот уже все это а нет а там оказывается что еще только все начинается когда погодка посолнечнее посолнечнее и витамина d побольше настроение соответственно я как-то не с не шибко на это обращая внимание думаю ну это обычный рабочий санграторский процесс вот а вот сегодня что-то я особенно после вот этих вот ебаных вот этих непонятных головоразрывов вот этих вот мозгоразрывов блять осколочных и т.д. т.п. я не знаю может эта песенка напрашивается уйти в столик просто я не знаю может бывают такие моменты что мне кажется они это хотят уйти уйти в столик а мне это не жалко у меня там на очереди еще 300 песен блять вот лана попробуем еще раз который раз заново точно не этот точно не этот поближе да этот поближе да если бы сейчас эту задачку подкинуть зелкову он бы так бы наверное распорядился типа не парься чё вон это вот смотри вот здесь так вот тут так вот по кругу и квадрату кванта квинта кванта квантовому вот и это вот так то вот так то вот так то вот так то все как бы это у меня то так не работает как бы у меня то что там по кругу правильно для меня для тех собственно духовных так скажем аномалий да там это не работает чтобы выразить эти аномалии вот там этот круг идет по кругу вот и все посему 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 у меня чуть больше времени это все занимает это при том ребята что я нихуя не музыкант еще к тому же и вообще кстати вот еще один афоризм вспомнил я все вот цитирую до сих пор не могу понять чего вы взяли что я музыкант и и и и и и и и это и и и на и Да, можно было бы, в принципе, вот эту взять, около панковскую. Вот эту вот интересную. Ну, не могу сказать, что это интересная конфигурация. Она, может быть, даже уже и замыленная какая-то. Вот, ну... И вот, ну... Я не могу больше спать. Мир стал слишком мягким. Во всем почти углах. Пустой смерть безответной опыль. А, кстати, а почему бы нет? А почему бы нет? Сейчас я даже на всякий случай запишу. Блядь, вдруг получится. Хрена себе, блядь. Та. Та. Ну что, поехали. Ставь лайк, если поехали. Ставь дизлайк, если поехали. Я не могу больше спать. Мир стал слишком громким. Во всех почти углах. Пустой смерть безответной опыль. Эти игры не для меня. Войны, границы и шахмара. Жизнь не так коротка. Восход, закат, кавка, облака. Отбросил розовые очки. Влетел из колеса форматов стабильности. Да что мне, ваше мнение, я нашел себя. Нет врагов, нет друзей. Только опыт и учителя. Солнце зайчиком, от грифа на стене. Один пришел, один уйду туда. Нарисовал радугу внутри. Но она оказалась черно-белая. И теперь я настоящий гражданин Своего мира. Мир нарисовал радугу внутри. Но она оказалась черно-белая. И теперь я настоящий гражданин Своего мира. Да, это полный тренздец, конечно, блядь. Ставь лайк, если это полный тренздец. Ставь дизлайк, если это полнейший тренздец. Выходи, отключайся от эфира. Если это тотал пиздэйшн. Тотал пиздэйшн эвакуэйшн 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 эвакуэйшн. Да у меня уже все. У меня уже в мозгах пиздэйшн, короче, полный. Не, ну а что? Нормально же, да? Вот я записал. Ну что, поехали? Ставь лайк, если поехали. Ставь дизлайк, если поехали. Я не мог больше спать Мир стал слишком громким Во всех почти углах Пустой смех, безответный попль Эти игры не для меня Войны границы шахмара Жизнь так коротка Восход закатка в кавкар-облакар Так, ну, блядь, в принципе, пойдет для корзины Вот что, прям сейчас удалить Для корзины пойдет, как бы Ну, я, наверное, ее оставлю, эту запись Чисто, чтобы, как это, напоминание, да? Напоминание, насколько дно может быть тройным Так Не, ну, хотя бы это, хотя бы Ну, просто тут, во-первых, не понять На каком ладу ее еще ебажить Можно попробовать на третьем мять Вообще, похер Уже похер Я, ребята, обещаю И в ближайшие дни запишу на видос Вот, на видос И это И Опублику Опубликуэйшен, короче Вот Жду ваших дизлайков С нетерпением Вот Можете не комментировать Просто дизлайки ставьте, как бы, вот Я хоть пойму, что хоть по ту сторону экрана Есть какая-то жизнь И мне уже будет радостно, блядь, от этого С нетерпением С нетерпением А, короче, похуй, я еще раз ее запишу Я не могу больше спать Мир стал слишком громким Во всех почти углах Пустой смех, безответный вопль Эти игры не для меня Войны, границы, шахмара Жизнь так коротка Отбросил розовые очки Вылетел из колеса Форматов стабильности Да что мне, ваше мнение Я нашел себя Нет врагов Нет друзей Только опыт И учителя Солнце зайчиком От грифа на стене Один пришел Один иду туда Нарисовал Нарисовал радугу внутри Но она оказалась Черно-белая И теперь я Настоящий гражданин Своего мира Своего мира Своего мира Своего мира Своего мира Своего мира я конечно ну я понимаю что это не стоит сразу отправлять на sony records вот и это columbia pictures которая нихуя не сможет представить о чем здесь речь вот но по крайней мере эта запись поможет мне сохранить представление о том как эта песня примерно должна звучать это притом ребята что я не пошился над ней годами точнее давайте так и пошился скорее со своей болью и со своей безысходностью в плане здоровья а то что там оставалось по силам и по времени у меня уходила на песни ну как вы понимаете тут поясно понятно да что у меня больше всего занимает моего оставшегося терпения моих нервов да блять вот поэтому ребятки блять и ладно я вот это удалю туда запись получается че-то мне эту песню сделать я не знаю почему ребята так чё там половина десятого и хрена себе вот это да а я только разогрелся так еще раз вот просто чтобы запомнить а вот интересно можно вот это и короче все понятно с этой песней будет она на третьем ладу скорее всего я прям сейчас помечу уже больше к этому не возвращаться так жизнь а да ну все понятно 6 так она тут и так на третьем ладу только у меня понятное дело фактурки другие были ну чё на дорожку давайте на дорожку хотя какую дорожку на тропинку скорее всего давайте на тропинку вот просто пост реализм просто пост реализм так я даже запишу наверное тоже попробовать но вот я ну ну Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Девичье лицо отражается в окне автобуса Безумно прекрасное на фоне искореженных видов Где трава чуть прорывается сквозь изувеченные массивы Осторожно, двери почти открыты Осторожно, двери почти открыты Деревья оживают в солнечных лучах Тени бросают на треснувший асфальт Разбитая остановка, разбитая ты И я, кажется, вышедший из себя Далеко в клочья облаков Хоть ищу мелочь среди дворов Необитаемых кирпичных островов Под текстами настенных строк Ветер подхватывает взор Вихрями пыли От криками ворот Невиданными силами Вот зашла ромашка По соседству с бутылкой Взмах крыла бабочки Сопки истребители Чернота на правом берегу Завис днем Не весело И не печально А просто Постреализм Чернота На левом берегу Завис днем Не весело И не печально А просто Постреализм Я бегу Ау Я бегу Ау Я бегу Ау Ау Я бегу Ау Я бегу Ау Я бегу Ау Ау Я бегу Ау Я бегу Ау Ау Я бегу Ау это триздец блять песня на пять минут ни одно радио не возьмет блять даже самое последнее на земле потому что форматы настолько скукожили мозги и души и сердца людям что даже если я буду блять последним бардом на земле и приду на самую последнюю радиостанцию они мне скажут так мы пятиминутные песни не берем вот это только вот по три минуты а я скажу а слышь а вы для кого общие вещайте на земле никого не осталось вот только я и вы и пару марсиан там на луне они такие а вот у нас это у нас регламент у нас это вот лишь формат формат вот и это я еще раз прошу а кто будет слушать и вот я сейчас уйду и и никто не будет слушать ничего и будет пустота вот не скажет ну мы вам попозже перезвоним тогда в таком случае вот короче ну ребят понимаете да насколько я хотя в принципе про какие радио я сейчас говорю про какие это он недавно тут новость проскочила что же короче где-то там это блять силиконовое долине уже организовали концерт для робота который там на нейросетках весь вот и может сгенерировать все что угодно любой голос любую музыку прям в реал тайме там был полный стадион короче восхищенных слушателей вот и уже эти музыкальные какие-то там присутствующие критики представители айти индустрии предвосхитили наступление новой эры развлечений нейронный рок нейронный поп нейронный блюз там все дела вот люди уже не нужно ну как бы ну а нахера людям еще и платить нам зачем вот робота поставил короче и все вот и тут ребята конечно это тут интересный такой момент просто если копнуть вот в эту всю научную фанта фантазию да изначально почему у людей вообще на горизонт на горизонте всплыла вот эта идея создавать какие-то искусственные интеллекты какую-то там роботизацию про производить да вот изначально же посыл какой был типа роботы высвободят людям время для того ну то есть роботы там будут торговать до сидеть в пятерочках там будут в аптеках там продавать лекарства там делать даже в больничках операции я не знаю будут развозить людей ну типа там уже таксистом не придется собственно горбатиться до за этой баранкой вот и собственно роботы высвободят наоборот людям время производя те операции которые в принципе можно произвести вполне точно вполне содержательно да без всяких задержек в принципе механизму которым там управляет условно какой-то там продвинутый искусственный интеллект вот а люди высвободятся за это все хуйни и начнут заниматься как раз таки духовными вещами то есть начнут начнут уделять свою жизнь как раз таки поиску того того самого голоса своего и духом на пути духовного постижения жизни и все и будут просто приходить в магазин там им робот просто будет это все продавать как бы да и еще вызывать машинку и робот их просто отвезет куда надо на причем сделает это очень точно без всяких факторов там вот этих человеческих это дтп вот а чё мы в итоге видим по итогу вот что сейчас происходит первое вот первое куда стал пилить нахуй свои скрипты блять и алгоритмы да и всю эту блять срань блять программную блять вот и первой области это новая по я догадываюсь да что вы уже сейчас уже сейчас угораете да на этом моменте но пожалуйста песни они там пишут картины они рисуют вот эти синие рассетки до фильмы уже делают анимации делают ну то есть а люди как сидели блять в пятерочках так и сидят блять таксисты как им матеряться на эту баранку так и матеряться вот и все то есть все кверк тазом просто все наоборот и причем самое абсурдное то что под восхищенные возгласы блять и отклики людей то есть люди они оказываются рады этому они оказываются рады тому что им стихи будет читать кофемашина блять вот или этот тостер блять или утюг вот они рады что им будут картины на стену проецировать их холодильники там да вот они рады ходить на концерты этих жестянок со встроенными динамиками генерирующими там абсолютно любую музыку вот то есть как бы людям ну пока но это по кайфу они это это поддерживают вот ну то есть отсюда у меня кого давайте в завершении блять к этому эфиру давайте условно займу этот эфир исторически я надеюсь не тщетным в плане хотя бы он в истории останется вот у меня чё это все вызывает у меня только вызывает это ироничный смех ну только исключительно такой внутренний и я кручу пальцем у виска смотря в лицо этому социуму лёха никонов например вот лёха никонов номера например особо слова не подбирал в своем телеграм канале он очень очень лаконично и четко отрефлексировал на этот весь бред он написал типа что новые ебланы просто копаете сами же себе яму вот кто вот это все культивирует вот это искусственный интеллект и давайте роботов поставим на сцену и и пускай роботы пишут картины устраивать себе выставки вот а люди просто будут их обслуживать короче и сидеть в пятерочках может быть даже дойдет до того что просто эти роботы сэволюционируют до такой степени что просто людям будут вкраплять чипы и эти роботы уже будут управлять людьми они они наоборот то есть роботу захочется маслица себе подлить там в какой-нибудь в какой-нибудь я не знаю блок там да он просто нажимает на кнопочку и человек и чип который у человека просто подает ему сигнал так робот робот такой-то такой-то вызывает биологическую субстанцию такую-то такую-то с фляжкой бензина и масла в такое-то время в такой-то локации если не подай если не подойдешь робот активирует функцию в этом чипе что у тебя нахуй переплавятся все внутренние органы и все и ты превратишься засохший кусок говна потом впоследствии вот короче вот примерно к такому вот я не удивлюсь если вот примерно мы к этому подойдем в ближайшие 30 лет хотя учитывая ту прогрессию с которой пресс происходит долбоебизм вот и просто антропологическое самоуничтожение вот вспоминаем терминатора скайнеты вот эти все да и все вот эти вот на научно-фантастические забавные фильме фильме ци типа как я робота когда герой этого 8 а говорит этому забыл как того робота звали там ронни хуёни неважно битой ты типа чуть уебываешься блять а ты напишешь картину а ты напишешь оперу вот а ты напишешь такой стих нахуй что блять люди прослезятся вот учитывая ту боль блять который пережито за этими словами да в этом стихотворении робот ему отвечает а ты чё вы ебываешься ты вообще негр вот блять так что это я вот ребята буквально передаю передаю слова из этого фильма то есть скоро дойдет до того что просто роботы будут вот ведь а ты типа чё ты это вот давай добывай нам ископаемые чтобы нам запчасти новые изготавливать вот а мы тут без тебя человек разберемся мы тут и концерты дадим и книжки напишем и фильмы сделаем все иди на помойку блять истории вот и да и вот вся уме меня оповещает что осталось менее 20 процентов заряда в принципе принципе я все сказал по всем поводам блять так что нажму-ка я вот понятно да экономию энергии пожалуй не будем активизировать вот энергии энергии ребятки осталось хуй да маленько поэтому там уже даже экономить ничего тут просто какие-то на каких-то остаточных надеждах что люди все-таки остановятся блять и у просто начнут осознавать что зарулили вообще не туда вообще не туда блять просто причем такое чувство как будто бы реально блять произошло какой-то глобальный блять солнечный геомагнитный сбой и у людей просто чайники нахуй послетали вот и ну чё я могу сказать ребята тем более блять надо возвращаться к изящной словесности к духовным артефактам опять начинать заново опять 25 начинает заново с малого мы люди да вот мы можем ходить мы можем бегать мы можем разговаривать можем чувствовать вот тут вот опять вот надо вот с азов начинать чуть ли не чуть ли не в пещеру возвращаться блять и учиться костерок разжигать нахуй вот и рисовать мамонтов блять угольками на скале вот этой пещеры так что ребята до новых встреч спасибо кто смотрел вот я догадываюсь кто смотрел ребята я надеюсь что я надеюсь что этот эфирчик как-то разделил ваш вечерочек вот и позволил тут еще поспособствовал хоть какому-то хоть какому-то духовно содержательному коротанию вот этого вечерочка ну а всем остальным кто будет рассмыть повторием блять ребята я не знаю что сказать просто ставьте лайк дизлайк там вот и забудьте про слово развлечения вот скоро вот скоро роботы скоро роботы будут плясать на ваших головах и плечах вот и и что-то мне подсказывает что что-то это какая-то сомнительная индустрия блять что-то мне подсказывает 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 что-то мне под